Тет-а-тет с губернатором Павел Коньков по очереди встретился с представителями парламентских партий. Задать свои вопросы лидеру региона и обсудить наболевшие могли однопартийцы и оппозиционеры. Вопросы губернатору от коммунистической партии задавал не провокатор Кленов, а спокойный в высказываниях на Циевский. Спрашивал про финансирование социальных статей бюджета. Павел Алексеевич заверил, что все обязательства, которые бюджет несет перед гражданами, будут выполнены. Касательно социалки, касательно медицинского обеспечения, касательно образования. Представитель либерально-демократической партии в рядах облдумы Дмитрий Шелякин отметил, что тяжелое экономическое положение в стране не время для политической конфронтации, а период объединения усилий. Для плодотворной работы, для выхода из сложившейся ситуации, для работы для людей. Тут пока сейчас без политических амбиций, без всего, только работа, работа направленная на выход из сложившейся, я скажу, очень непростой ситуации. Все темы на встрече с единороссами крутились вокруг проекта бюджета 2016 года. Депутатов волнует, сможет ли регион участвовать в софинансировании федеральных программ, потянет ли. Мы говорили о том, что мы не должны трогать дорожный фонд, говорили о дорогах и так далее. То есть вот здесь вот, а то, что зарплата и меры социальной поддержки будут выполнены, мы сегодня пока не сомневаемся в этом. Встреча с представителями фракции получилась конструктивной, отметил губернатор. Похвалил всех за прозрачную и демократическую предвыборную кампанию. Отметил, что текущие обязательства перед гражданами в рамках бюджета – приоритет властей. Социальные вопросы, они остаются абсолютным приоритетом. Наша задача – все свои социальные обязательства выполнить и, конечно, при этом максимально использовать возможности напряженного бюджета, в том числе и для нашего развития. Озвучил губернатор и свои планы. На следующей неделе Павел Коньков проведет два дня в Москве. Уже назначена встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и зампредправительства страны Ольгой Голодец. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иванова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова